Добрый день, дамы и господа, с вами на связи компания BI-Consult и мы продолжаем серию видеороликов, посвященных Power BI. В данном видеоролике мы постараемся разобрать аспекты, связанные с работой более в одной таблице. То есть мы загрузим еще одну таблицу, связанную с продажами по годам и сможем настроить определенную связь, чтобы получить более интересные данные. Давайте посмотрим, какие данные у нас с вами есть. Продажи мы уже загрузили. Теперь пришло время Count of Visitors. Это данные по посещению ресурса. Они хранятся в формате CSV, то есть разделителем точка запятой, ну или запятая, в зависимости от того, как они там были записаны. Давайте нажмем получить данные. Снова, в этот раз мы с вами не будем выбирать папку. У нас с вами один единственный файл, источник, из которого мы будем забирать данные. Так. Выберем текстовый или CSV файл. Подключить. Отлично. Данные уже летят. Так. Вот. Все. Получили данные. Ну, частичку она выводит. Хотя на самом деле у нас с вами еще есть еще один файл. Давайте на него посмотрим. Год недели кампания. Да, нам по идее не нужна, но может быть она нам пригодится для связи. Так. Стоимость кликов еще. Из этого файла мы сможем узнать, какое количество денег было затрачено на рекламную кампанию того или иного ресурса. Например, у нас есть там Яндекс, есть другие платформы, и у каждого есть стоимость клика. Вот. И эту стоимость клика надо посчитать. Вот видите, здесь тоже есть год недели кампания, и при этом здесь нет даты. Поэтому, пожалуй, неделю кампанию мы оставим, потому что она нам пригодится. Пока загрузим как есть. Все же. Как видите, очень полезным бывает сделать некий обзор данных, то есть составить некое представление о тех данных, которые вы загружаете, для того, чтобы избежать каких-то таких ошибок, чтобы данные, которые вы будете использовать, они не были как-то обезличены в модели. Если неправильно связать их, если не будет достаточно связи со всей моделью, которая уже существует, могут быть неожиданные результаты при выборке тех или иных измерений. К примеру, мы можем выбрать, например, год какой-то, и, например, источник. И при этом получить неадекватную стоимость кликов. Почему? Потому что мы выберем временный интервал и источник. И при этом у нас, поскольку нет по временному интервалу связи, то он просто суммирует по этому источнику всю информацию. И по каждому источнику эта информация будет дублироваться. Это неправильно. Поэтому мы должны привязать время обязательно. Откроем теперь визуализацию нашей модели. Теперь это уже более интересная информация для нас. Почему? Потому что у нас теперь есть две таблицы. И эти таблицы должны быть связаны между собой. Зачем? Сейчас я постараюсь объяснить. У нас есть ресурс, у нас есть количество пустителей, количество корзин, сумму корзин. Давайте попробуем теперь посчитать, какое количество. То есть в одной таблице, вот, например, у нас есть визуализация. Вот это. Давайте попробуем посчитать определенные таблицы. Лучше всего в таблице. Выведем простую таблицу. Так. Выведем простую таблицу. И сюда запишем наши прежние измерения. Такие же, как мы делали до этого. Значит, значение у нас будет год. Мы его не будем суммировать. Мы его используем как измерение. И как расчетную меру. Так. Теперь добавим сюда месяц. Вот. Можно так, можно так. Давайте вот так. Месяц. И мы сюда добавим сумму продаж. Где там наш калькулятор вводом. Сумма продаж. Классно. Теперь у нас есть не только столбчатая диаграмма, которая нам показывает визуально наши данные. У нас есть теперь и таблица, которая удобным образом показывает нам наши данные. Вот как мы видим, тут есть определенные места, где явно больше было продано. Вот. И теперь я предлагаю посмотреть количество корзин. и смотрите, что сейчас получится. Опа. Почему так получилось, да? Казалось бы, везде 151 тысячи. Почему так происходит, что случилось, я сейчас постараюсь вам объяснить. Значит, здесь как раз мы возвращаемся к нашей модели. Дело в том, что у нас с вами нет связи между таблицами. По сути дела, этот результат, который мы видим здесь, это результат суммы всех возможных, всего количества корзин, которые у нас есть в модели. Для того, чтобы нам более осмысленную информацию получить, нам надо как-то их связать. Можем посмотреть на данные более конкретно. У нас здесь есть, значит, что это у нас, значит, count of visitors, то есть количество посетителей. Мы видим, что здесь есть order date, то есть дата конкретная по формату Power BI. Он в момент загрузки преобразовал этот формат. И мы сейчас посмотрим на похожую, вот она, дата в продаже, по годам. В данный момент мы можем даже переименовать эту таблицу в продаже. По годам это все. Не нужно. Так. Отлично. Значит, мы видим, что здесь у нас есть order date. Что у нас здесь еще есть? Год, месяц, тогда все туда же. Ну и по сути дела, здесь остальные данные не представляют для нас пока что интереса. Мы взяли определенный разрез для того, чтобы вам продемонстрировать. Ну, здесь более просто все. Значит, мы можем соединить наши данные по дате. Давайте смотреть, как мы это сделаем. Просто перетаскиваем одно сюда и видим ошибку. Эту ошибку я допустил специально. Невозможно создать связь между этими таблицами, так как один из столбцов должен содержать уникальные значения. Что это означает? Что нам с вами нужно построить справочник. Справочник с датами. То есть эти даты... Дело в том, что проблема возникает в случае, когда у нас много одинаковых полей здесь и здесь. Связь у нас ассоциативная. То есть всегда связи работают. Мы не их настраиваем в момент работы с приложением. Соответственно, если мы сейчас возьмем и свяжем эти два поля, то Power BI подсказывает нам, что, друзья, в продажах есть, например, 1 января несколько записей. И в Count of Visitors есть 1 января, там 2018 года и 2018 год. Тоже несколько записей. Если мы выберем один показатель, ну вот именно год, один показатель в одной таблице, что же мне выбирать во второй? Как связать данные? То есть не может быть такого, чтобы одни данные, все данные, точнее, продаж по одной дате, соподающей, были полностью идентично связаны с несколькими данными в другой таблице. Получается, как бы, замкнутый такой цикл. И, соответственно, мы должны создать некий справочник. Называется календарь. Чтобы не придумывать что-то новое, я подготовил небольшой скрипт, который позволит нам сейчас быстро создать календарь. Так, сейчас, секунду. Значит, заходим в моделирование и создать таблицу. У нас таблица будет называться календарь. Можно по-русски назвать календарь. И расширим поле, чтобы нам было удобнее смотреть. И вставим сюда. Так, ну вот у меня здесь по-английски было названо до этого. Значит, что здесь происходит? Мы генерируем, генерируем автокалендарь, у которого дата. Переменную. Мы объявляем переменную. Дат. Потом используем эту переменную, чтобы получить именно номер дня, имя месяца, номер месяца и год. И возвращаем это дело в виде строки, в которых будут какие-то столбцы. День, название месяца, номер месяца и год. Ну и, соответственно, сама дата. Нам нужно только написать название правильное. Посмотрим. Так. Дата. То есть все данные с датами он взял и сформировал во всей модели. Так. Окей. Нажмем «Окей». Теперь. Вот появился наш календарь. Здесь у нас есть дата, день, месяц, месяц, имя и год. Ну, опять же, можно скопировать это дело, удалить наш календарь. опять создаем. Нажимаем «Моделирование», «Создать таблицу», вставляем, немножко расширим поле. Так. И давайте снова пропишем «Календарь». А вместо английских можно написать по-русски. в принципе. Месяц и год. Отлично. Теперь нажимаем «Мендарь», он отрабатывает. То есть, здесь функция «Календарь авто», то есть, она берет все данные с пометкой «Дата». То есть, он определил, что это данные, именно даты, тип даты. И смотрит минимальную, максимальную дату и между ними формирует все-все-все-все-все-все дни. То есть, он без пропусков делает. И мы как бы подцепляемся к этим данным и тут же говорим ему, что мы хотим видеть отдельный день, отдельный ими месяца, месяц и номер года. Все. Мы сформировали эту таблицу, она у нас есть. Вот. Теперь мы можем видеть, например, что у нас есть данные 2003 по 2012 год. Все. Супер. Теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно посмотреть на нашу модель. Вот появился наш календарь. Хотелось бы теперь связать данную дату с двумя с двумя нашими таблицами. В принципе, это можно сделать как... Ну, таким вот образом. Да. Ну, вообще, можно было бы переименовать дату в order date или order date переименовать в date. Ну, как бы так. В принципе, нам это все не обязательно делать. мы можем сейчас поступить таким образом. Вот. Появились две связи. Давайте посмотрим на одну из них. У нас здесь однонаправленное. Давайте поменим на двунаправленное, чтобы могли в обе стороны считать. То есть, чтобы аравосвязь работала в обе стороны. биопауэрби уже видит, что каждой записи из этой таблицы соответствует одна единственная запись из нашего календаря. И это действительно так, потому что мы сформировали его таким образом, что там только уникальные записи в поле date. Они сформировались автоматически. Вот здесь у нас тоже то же самое. Та же самая история. Единственное, что я тоже хочу поменять здесь на двунаправленное. Вообще, это скажем так, хорошая практика, потому что чтобы ничто не мешало нашим данным циркулировать в обоих направлениях. Если вы уверены, что вам понадобится только выборка отсюда сюда, то вы можете однонаправленную поставить опять же Power BI с стрелочками показывает вам направление, в котором вам можно будет выбирать данные. Но для того, чтобы не путаться, просто ставьте двунаправленное, вам пока что этого будет достаточно. Перейдем в нашу визуализацию. Здесь мы уже можем видеть, что есть изменения. Посмотрите, обратите внимание, теперь у нас не просто 151 тысяча на каждой строчке. А теперь у нас есть около каждой позиции год-месяц отдельная запись по количеству корзин. Мы можем теперь просто проанализировать именно количество корзин, которые у нас есть. Для данного видео, я думаю, достаточно. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok